Всем привет! Меня зовут Юлия Катькала, я персональный стилист и колумнистка бюро 24 на 7. В Веллсторис попросили меня рассказать вам о том, что мы будем носить после карантина. Я выбрала несколько образов, и на их примере я расскажу вам про основные тенденции, и кроме этого я расскажу вам про стилевые приемы, которые вы сможете довольно просто внедрить в собственный гардероб. Перед вами образ номер один, образ, который мне дико нравится за счет хорошей работы с объемами. Перед вами свободный оверсайз свитер и такие же свободные, чуть зауженные к низу джинсы. Подобный фасон, это бананы или слаучи, он супер актуален сейчас. Мне кажется, что такой вишенкой на торте в этом образе являются мюлис без задника с квадратным мысом. Такой мыс, он невероятно актуален в этом сезоне, и в общем-то именно обувь вводит этот образ на новый уровень, и сочетание ремня и обуви, которые совпадают по цвету, это сочетание, оно завершает образ и делает его таким более аккуратным. Итак, перед вами образ номер два, в центре которого прекрасное платье, очень нежного мятного цвета. Платье трикотажное, и трикотаж в рубчик был актуален и прошлым летом, и этим летом мы будем с радостью его носить. Вы должны понимать, что подобного рода фактурный трикотаж, он всегда дает акцент за счет своей красивой и необычной фактуры. Кроме этого, подобного рода платье даже не требует каких-то специальных дополнений, потому что образ с ним складывается сам по себе. Еще один элемент, на который бы я хотела обратить ваше внимание, это сумка-ведро. Я думаю, что плюс-минус, если вы были в магазинах хотя бы раз за последние три года, вы видели, что сумки-ведра, это один из самых актуальных фасонов. В общем-то, если у вас еще и нет, то мне кажется, что она может быть прекрасным решением на теплое время голя. Кожаное все это супер мощный тренд, который с нами, наверное, уже второй или третий сезон. Вы наверняка видели, как много появилось кожаной верхней одежды. Речь в первую очередь идет про тренчи, кожаные брюки, кожаные верхние рубашки. В общем, кожаные все это самый простой способ быстро составить интересный образ. Кожа всегда дает акцент в образе, особенно если речь идет про кожу в светлых оттенках, потому что, на мой взгляд, кожа в светлых оттенках смотрится очень роскошно и благородно. Как и получилось в этом образе, он довольно лаконичный, мы не видим большое количество аксессуаров. И, в общем-то, на мой взгляд, в этом нет необходимости, потому что платье за счет своего кроя, акцента на талии, за счет своего цвета и ткани становится таким главным элементом, который не требует дополнений. Про этот образ я хотела бы поговорить поподробнее, потому что он, пожалуй, самый нарядный из сегодняшней подборки. И я думаю, что когда у нас появится возможность выходить на улицу, мы все захотим выглядеть супернарядно и эффектно. Секрет эффектности этого образа заключается в большом количестве белого цвета, который мы используем. Белый сам по себе смотрится нарядно, а когда его много в образе, этот эффект только усиливается. Я хотела бы обратить ваше внимание на брюки. Этот фасон актуален сейчас. Это брюки прямого кроя на высокой талии со стрелками. Стрелки – это вообще такой довольно клевый элемент на брюках, потому что они всегда создают вертикаль, который визуально вытягивает фигуру. Еще один такой микро лайфхак связан с V-образным вырезом на блузке. Когда мы открываем шею глубоким вырезом, мы всегда немножко также увеличиваем свой рост, во-первых, а во-вторых, отвлекаем внимание от груди. И если, например, у вас довольно большая внушительная грудь, и вы хотите немножечко отвлечь от нее внимание, то блузки с подобным вырезом вам подойдут. В целом, эта блузка, она создает, на мой взгляд, довольно классный акцент по форме за счет своего кроя. Она выглядит свободно, у нее такие довольно пышные свободные рукава, и образ смотрится интересно. Друзья, спасибо вам за внимание. Надеюсь, мои советы и рекомендации были вам полезны. Берегите себя и оставайтесь дома. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok